Привет, ребята! Вы находитесь на канале Android and Windows. Полезные советы. И сегодня у нас довольно-таки важная тема. Я знаю, вам она нравится, вам она заходит, потому что сегодня мы будем снова копаться в внутренних состях нашего телефона и улучшать его работу по всем параметрам. Конечно же, больше всего это будет касаться батареи, ну и немножко оперативной памяти и обычной памяти. Итак, перед тем, как мы начнем, хотел бы вам порекомендовать наш сайт. Ссылка в описании под видео, TikTok и группу ВКонтакте, там, где мы помогаем вам решать ваши вопросы. Вступайте в группу, пишите, поможем, и все это абсолютно бесплатно. Итак, а мы начинаем, ребята. И для того, чтобы попасть и посмотреть эти приложения, нам нужно зайти в настройки вашего смартфона, далее перейти в приложение, после этого снова приложение, и вот здесь вот нажать три точки, показывать системные. Как я уже говорил ранее, немножко повторюсь, на разных смартфонах это может немножко отличаться. Ну, я уверен, суть вы поняли, и найти все приложения, отобразить системные, вы спокойно сможете. Если есть вопросы, снизу комментарии оставляем, мы вам поможем. Итак, первое приложение, о котором пойдет речь, абсолютно бесполезное, под названием «Игры». Да-да, ребят, вы не ослышались, вот смотрите, центр игр, у меня Huawei, так называется центр игр, например, на Xiaomi это называется просто «Игры». Это вот абсолютно бесполезное приложение, которое работает, естественно, в фоне, весит, да, немного, но 8,64 мегабайта все же весит. И, как бы, зачем оно нужно? Ну, это, знаете, это то же самое, что на Windows есть игры, встроенные там «Салютерка», «Сынка», «Червяк». Но, будем справедливы, я его ни разу в своей жизни не открывал, потому что у меня для таких случаев скачаны определенные игры. Ну, то есть, если я там еду где-то или интернет пропал, хочется поиграть, ну, собственно говоря. Ну, и, в принципе, там, конечно, такой примитив, что играть вы в него 100% не будете. Плюс, я уверен, многие из вас даже не знали, что у вас есть набор стандартных игр, который предустановлен разработчиком вашего телефона. Напишите, кстати, в комментариях, знали вы об этом или не знали, и играли вы хотя бы в одну из них или не играли. Конечно же, вы просто можете все это дело остановить, но я бы рекомендовал вам это дело удалить, потому что, да, удалить приложение ничего абсолютно не произойдет. Сразу могу сказать, не переживайте те, кто, например, да, играет очень много в игры, и у вас куча там сохраненного процесса. То есть, я имею в виду, сейчас через Google вы играете, у вас там вот у нас был этот Google игры, там сохраняются все ваши достижения и так далее. Нет, это абсолютно другие игры, они встроены, они вам не нужны. Кстати, возможно, на ваших смартфонах они будут весить больше, потому что я сказал, это тоже зависит от разработчика, и сколько он туда засунул игр, насколько они красочные, хорошие, с какой графикой. То есть, в принципе, ненужные вещи, которые можно спокойно удалить. Итак, следующее приложение называется, как бы не банально это ни звучало, радио. Смотрите, FM радио. Я тоже, ребята, им не пользуюсь, и это приложение занимает уже 42 мегабайта, и вряд ли, конечно, буду пользоваться, потому что, если мы захотим реально, я захочу реально послушать радио, я его послушаю через Яндекс.Музыку, онлайн, через Google, ВКонтакте, ну, в общем, с лучшим битрейтом, с лучшим качеством, чтобы можно было выбрать там треки, переключиться, не слушать рекламу, ну и так далее. Если вы, конечно, вдруг пользуетесь стандартным радио, то просто советую вам его остановить. Если же вы им не пользуетесь, как я, то спокойно это дело можно удалить. Ни на какую работу, никаких сервисов это дело абсолютно не повлияет. Поэтому вот таких вот, да, два приложения, которые можно спокойно сносить на любом смартфоне. Если же, как сказал ранее, удалять не хотите, просто остановите, уже сможете сэкономить заряд батареи и оперативочку будет жрать поменьше. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите комментарии, нажимаем на колокольчик, жмем палец вверх и обязательно смотрим новые выпуски. До новых встреч!